Пожар совпал с главным футбольным событием. Игорь Назаров начинает рассказ с легкой иронии. Огонь охватил его иномарку в день открытия чемпионата мира в Москве. Вспоминает, в домофон позвонили. Когда выскочил на улицу, часть легковушки уже догорала. Пожарная команда работала. Все уже было затушено в принципе. Машина уничтожена полностью, можно сказать. Это интервью Игорь Назаров дает Дзержинском суде Ярославля. С минуты на минуту начнется процесс над самими поджигателями. Обоих быстро вычислили, задержали. Выяснилось, мстили конкретному человеку. Машина Игоря Назарова просто оказалась рядом. Они решили таким образом отомстить общему знакомому, который задолжал им по их версии определенную сумму денег. И договорились они о совершении преступления. Решили уничтожить его машину, которая была расположена у дома 47 по улице Волгоградской. Приискали канистру с бензином, тряпку и подожгли указанную машину. Но наряду с машиной лица, которому они желали отомстить, сгорели еще и две машины. Внедорожник Ильи Мирлина также пострадал случайно. Огонь обласкал иномарку. От горящего дыхания оплавился бампер и задний фонарь. Оба поджигателя действовали топорно. Прямо под камерами даже лица не закрывали. Видеопроисшествие потерпевшие разместили в социальных сетях. Откликнулись тут же. Они подошли, посмотрели номера, сверили, постояли минут 10, наверное, плюс-минус. И потом уже после этого подожгли. Больше всех не повезло третьему потерпевшему. Именно ему, по версии следствия, мстили якобы за долг в несколько десятков тысяч рублей. А вот ущерб от устроенного пожара около 600 тысяч. Теперь обоим поджигателям предстоит возмещать убытки. Позиция такова, что мой подзащитный признал полностью свою вину, желал возместить вред, причиненный преступлением, полностью содействовал следствию. Говорит о том, что хотел, ну так, скажем, немножко, чтобы там был капот, допустим, поврежден. Второй обвиняемый также признал вину. Есть и ходатайство рассмотрения дела в особом порядке. Оба обвиняемых ранее не были судимы. Более того, характеристики у них сплошь положительные. Работают, есть семьи. Сейчас им грозит до пяти лет. Сегодня только первое слушание, и оба на него не пришли. Заседание было отложено. К рассмотрению уголовного дела приступят на следующий день. На первый раз оба обвиняемых, скорее всего, отделаются условным сроком. Георгий Колчин, Денис Сахаров, Оперативное вещание.